Проект, который я в этом году представляю и который был признан лучшей практикой, называется внедрение системы 5С в Центральном аппарате Госкорпорации Росатом. Проект заключается в том, что мы оптимизируем и делаем рабочие места в Центральном аппарате более удобными, комфортными, применяя один из инструментов производственной системы Росатом, который называется система 5С. 5С — это пять шагов, которые помогают сделать место более комфортным, эффективным и безопасным. 5С — это пять шагов. Название каждого шага начинается на букву «С». Первый шаг — сортировка, соблюдение порядка, систематическая уборка или проверка, стандартизация и совершенствование. В каждом шаге предполагается какой-то определенный набор действий. В первом шаге мы проводим сортировку, то есть мы избавляемся от всего ненужного. Все, что не нужно, мы удаляем из нашей рабочей зоны. Второй шаг — это соблюдение порядка. Шаг очень важный, потому что по статистике 13% рабочего времени офисный работник тратит на то, что он что-то ищет. Поэтому мы должны определить место расположения каждого предмета, находящегося в нашей рабочей зоне. Для того, чтобы я быстро могла его взять, найти, использовать и вернуть на место. Если эти места являются предметами общего пользования, это имеет большое значение, потому что наверняка знакомы такие ситуации, когда кто-то забрал, предположим, дырокол или папку с документами, ушел, может быть, уехал в командировку и никому не сказал, где эта папка находится. В его отсутствии его коллеги тратят огромное количество времени, чтобы найти, где же эта папка находится. Поэтому если мы закрепляем и, самое главное, договариваемся с коллегами о правилах, где и как у нас будут расположены предметы, мы будем намного меньше времени тратить на поиск чего-то нужного. В рамках третьего шага, который называется систематическая уборка или проверка, тут начинается такое маленькое отличие, потому что я считаю, что производственная система в офисе и на производстве, инструменты одинаковые, но немножко мы действуем по-другому. Вот именно при внедрении третьего шага в большинстве наших офисных помещений у нас есть клиринговая компания, которая занимается уборкой. И понятно, что специалисты, которые довольно-таки высокооплачиваемые в офисе, они не занимаются уборкой как таковой, они не берут тряпки, не берут швабры. Но они, тем не менее, должны следить за тем, чтобы их место было чистое, комфортное. Если вдруг что-то сломалось, если вдруг что-то у нас испортилось, очень часто люди говорят, ну это же не мое, я не буду никого звать, я не буду там ничего делать. Ну, упадет кому-то кирпич на голову, но я-то уже прошел, поэтому ничего страшного. Поэтому в рамках третьего шага всех просим, пожалуйста, коллеги, если есть какие-то неисправности, если есть еще что-то, где вам нужна помощь, не знаю, там, административно-хозяйственные службы, или службы IT, или других каких-то служб, пожалуйста, не молчите о своих проблемах, приходите, обязательно мы это все должны зафиксировать. Четвертый шаг называется стандартизация. Для офисных процессов понятно, что в большинстве случаев у нас нет постоянных операций, которые мы можем стандартизировать. Поэтому, когда мы приходим в офис и говорим стандартизация, обычно мы встречаем сопротивление. Какая стандартизация? Да я творческий человек, мне совершенно это не нужно. Вот здесь очень тонкий момент, потому что название стандартизация, но понятие включает в себя очень много всевозможных граней. Можно применять и стандартизацию, и визуализацию. То есть шаг направлен на то, чтобы было ясно и понятно, кто что делает, как, почему и зачем. В рамках четвертого шага я считаю, что можно достичь большого эффекта именно в офисе. Потому что если мы наведем порядок, расставим предметы на столе, может быть, большого эффекта это не даст. Поэтому в четвертом шаге мы думаем о том, если мы подразделение, которое оказывает какую-то услугу. Значит, мы должны об этом рассказать, чтобы наши коллеги из наших смежных подразделений знали о том, к кому обратиться, по какому вопросу. В этот момент мы используем визуализацию. Мы размещаем схемы размещения работников, обязательно визуализируем, чем человек занимается, по какому вопросу к нему можно обратиться. Если это open space, большой кабинет, то очень важно, чтобы люди, которые приходят и ищут кого-то, кто сейчас отсутствует, чтобы они не отнимали много времени. Всю эту информацию можно как бы вывешивать перед кабинетом, и тогда вот эта потеря времени, она будет минимизирована. Также в рамках четвертого шага очень важно создать правила в организации, которых, к сожалению, практика показывает. Я уже 20 лет работаю в отрасли и знаю, что, к сожалению, у нас нет вот таких жестких правил. А если нет правил, значит, это связано с потерями. Если это связано с потерями, значит, мы неэффективны. Приведу следующий пример. К сожалению, столкнулись с такой проблемой, что в центральном аппарате госкорпорации нет правил, как работать с электронной почтой. Я отправила сообщение, и я могу две недели или три недели ждать ответа. Хорошо, что если я помню, что я должна от кого-то этого ответа дождаться, тогда я периодически там напоминаю. Но иногда бывает такой вариант, когда мы забываем, мы отправили запрос какой-то и хотим к нему вернуться, когда нам ответят. И вдруг через какой-то промежуток времени мы понимаем, а нам так и не ответили. То есть это огромные потери времени и всего. Если установлены в организации, на предприятии, в подразделении правила четкие, что отвечаем на электронное сообщение в течение, предположим, суток, обязательно заполняя, готовя, вернее, сообщение, заполняем обязательно тему сообщения, чтобы быстрее и проще было найти. Обязательно есть правило, как подписываются сообщения. Это тоже очень важно, потому что кто-то разрешает, чтобы к нему обращались просто по имени. Кто-то по имени-отчеству. Пока вот эти вот моменты мы будем выяснять, не надо тратить на это время. Если вы подписались, как, например, я, Ирина Хаптынская, значит, я разрешаю всех обращаться ко мне только по имени. И вот такие вот простые правила, если о них договориться в коллективе, то жизнь намного станет эффективнее, особенно в офисе. Еще один пример хочу привести. В рамках тоже четвертого шага очень много у нас бывает проблем, связанных с тем, что мы все люди разные. Кто-то любит погромче музыку, кто-то любит, не знаю, там, открыть окно, кто-то любит минус там 10, кто-то любит плюс 30. Обычно возникают конфликты. Вот это тоже можно все решить, если договориться о правилах работы в этом помещении. Не обязательно это должен быть open space. Два человека уже может возникнуть конфликт, три человека уже тоже может возникнуть конфликт. То есть вот в рамках четвертого шага мы пытаемся создать правила, мы пытаемся визуализировать и стандартизировать всю работу, чтобы было все четко, понятно, ясно. И мы не тратили время на ненужные поиски, ненужные переговоры и ненужную трату времени. Ну и пятый шаг – совершенствование. Шаг очень важный, без него никуда, но очень часто ему уделяется очень мало внимания. В рамках этого шага, коллеги, мы должны поддерживать то, что мы уже достигли. Если мы внедрили систему, если мы получили хороший результат, практика показывает, что если ее не поддерживать, буквально через три месяца все может вернуться на круги своя. Ваш стол опять будет завален бумагами, у вас в шкафу все папки будут перемешаны, найти нужную информацию будет занимать большое количество времени. Поэтому совершенствование – это очень важный шаг. Мы в госкорпорации придумали такую систему. У нас еженедельно с помощью опроса, организованного на корпоративном портале, каждый работник должен пройти самооценку внедрения системы. Отвечает на 15 вопросов, получает оценку за эту неделю. Затем раз в месяц руководитель структурного подразделения совсем по другой анкете приходит на любое рабочее место и проверяет, как сейчас обстоят дела на этом рабочем месте. Понимает, насколько рабочее место его подчиненного устроено эффективно и можно выполнить все свои обязанности быстро и легко. Мы начали в январе месяце. В январе месяце было заседание управляющего совета проектно-комплексная оптимизация труда. Сергей Лудленович попросил всех своих подчиненных, руководителей принимать участие в ПСР-проектах и в том числе в оптимизации пространства офисного. Поэтому начали мы потихонечку. Мы показали эффект внедрения системы сначала на одном кабинете, представили результаты Сергея Лудленовича, ему понравилось. Он предложил организовать учебный центр. Организовали учебный центр и к настоящему моменту более 1100 человек прошло обучение в госкорпорации. Приезжали к нам представители других предприятий наших отраслей. То есть первое, что мы сделали, мы обучили большое количество людей, рассказали им о том, что такое система 5С, как надо внедрять. Затем у нас было поэтапное внедрение. У нас были пилотные подразделения, где мы систему внедрили. И затем мы потихонечку к 30 октября система внедрена на всех местах в госкорпорации Росатом. И сейчас мы проводим, как я уже говорила, еженедельную оценку. И к 17 ноября мы достигли результата, что более 800 рабочих мест достигли оценки хорошо и отлично. То есть это хороший результат. Ну и еще, естественно, кроме того, что мы внедряем систему, есть такие эффекты, как, например, 10 камазов мусора было вывезено создание на Ордынке при внедрении системы 5С. Огромное количество было заявок выполнено по лучшей организации рабочего места. Поэтому, в общем-то, эффекты есть, их достаточно много. И самое главное, что я считаю одним из самых главных эффектов, в январе было сопротивление, что такое система 5С, зачем она нужна и зачем нам нужна производственная система Росатом. Сейчас люди меняют свои отношения, потому что они понимают, что система помогает им организовать их рабочее место, чтобы оно было комфортным, удобным и безопасным. Редактор субтитров А.Семкин